Любое поздравление, любое повествование о каком-то событии, все это начинается со слов «Сегодня я рад был приветствовать дорогого брата Мишустина, дорогого брата какого-нибудь министра в кадыровском правительстве». То есть, всех этих людей, женщины в России традиционно носят яркую открытую одежду, что не является предосудительным и соответствует норме, а не готовности к знакомствам. Не следует издавать звуки, свистеть, цыкать, пытаясь привлечь внимание понравившейся женщины или мужчины. В России не принято демонстрировать отношения к какой-либо религии, публично совершать религиозные обряды на улице, проводить в общественных местах намаз, читать молитвы и т.д. Также неприемлемыми являются жертвоприношения животных. Как вы знаете, последняя неделя или даже две ознаменовались в России жесткой борьбой с эмигрантами. Как правило, конечно, в основном под этот каток, эту машину попадают реже из Средней Азии, в основном таджики, узбеки, киргизы. Но туда, конечно же, традиционно не могут не попасть и азербайджанцы, и армяне, и жители Северного Кавказа, Северного, Южного, Грузии, в том числе. Так вот, появились какие-то там общины, что-то они, значит, пристают к людям с камерами, приходят узбеков, отдающих арбузы, что-то там напрягают, мусор здесь и т.д. Так вот, на этом фоне появился, ну, можно сказать, официальный документ. Вот это некое Министерство по делам национальности России, там, что-то, короче, по-моему, так это называлось. Они, значит, ну, пресс-релиз такой дали, значит, пишут, что в России подготовили 70-минутный курс для адаптации эмигрантов из Центральной Азии. В него входит 4 блока. Кроме юридических вопросов, порядок въезда-выезда, ответственность за нарушение законов, один из разделов посвящен основам неформального поведения, пишет коммерсант. О каких культурных нюансах говорится в лекции? И вот самый первый пункт, я, в принципе, на нем и остановлюсь. Я их все вам прочитаю, а потом отдельно уже о первом поговорим. Итак, первое. Обращение брат или сестра не подходит для общения с людьми, которые не являются вашими родственниками или близкими знакомыми. Не следует обсуждать прохожих на родном языке, шептаться на родном языке в присутствии других людей. Женщины в России традиционно носят яркую открытую одежду, что не является предосудительным и соответствует норме, а не готовности к знакомствам. Не следует издавать звуки, свистеть, цыкать, пытаясь привлечь внимание понравившейся женщины или мужчины. В России не принято демонстрировать отношения к какой-либо религии, публично совершать религиозные обряды на улице, проводить в общественных местах намаз, читать молитвы и так далее. Также неприемлемыми являются жертвоприношения животных. Так вот, возвращаемся к самому первому пункту. Обращение брата или сестра не подходит для общения с людьми, которые не являются вашими родственниками или близкими знакомыми. Когда я прочитал это, я, естественно, сразу же вспомнил любое, любой пост Кадырова, его там ближайших каких-то соратников, любое поздравление, любое повествование о каком-то событии. Все это начинается со слов «Сегодня я рад был приветствовать дорогого брата, министра сельского хозяйства Российской Федерации, приехал с рабочим визитом, дорогого брата Мишустина, дорогого брата какого-нибудь министра в Кадыровском правительстве». Так вот, как правило, и Кадыров, и все его окружение, даже когда они там репостят друг друга, ну, в общем, любое упоминание самого Кадырова, любым из его соратников, или же упоминание Кадыровым какой-то новости о приезде кого-то, они не просто пишут «дорогой брат», а обязательно на капслоке. То есть это большими буквами пишется, чтобы не заметить этого было невозможно. То есть это традиция, которую, по сути, продвигают российские чиновники. И, ну, неудивительно, что гости из Средней Азии, наверняка берут с них пример, думают, что это такой этикет, что это правило хорошего тона в российском «эстеблишменте». И поэтому пытаются им подражать, и тоже просто прохожих на улице людей в Москве, в Питере называют «дорогой брат», «уважаемый дорогой брат». То есть, если вы хотите научить мигрантов, чтобы они не называли вас братьями, дорогими братьями, а я так понимаю, что там не хотят, чтобы они даже друг к другу так обращались публично. То есть, по всей видимости, смотрите, мы так понятно, мы это все утрируем, но, по сути, то, что первым пунктом в этом документе, вот это вот, не называть друг друга братом или сестрой, это ведь говорит о том, что этих людей это напрягает. То есть, им это не нравится, раздражает обращение, это надоело. То есть, это стало таким признаком приезжих людей, именно они пользуются этим словом, называют там братом или сестрой. У нас понятно, что у нас это принято, мусульманин к мусульманину обращается как брат, или к мусульманке как сестра, потому что Аллах говорит в Куране, что верующий ему брат. Поэтому у нас это обращение является таким привычным. Так вот, люди, приехавшие, не сильно разбирающиеся в своей религии и так далее, начали, конечно же, называть так и живущих в России людей, там друг к другу, понятно, они так обращаются. И жители, как титульная нация России, ее это раздражает. И вот поэтому там появился этот пункт. Они не хотят это слышать, они не хотят слышать, как там друг друга приезжие называют братьями. Так вот, начать вам, я к чему это говорю, это сейчас уже не сарказма. Я вам серьезно говорю, я понимаю вас, вам это не нравится, какие-то там моменты, ну, они могут вам не нравиться. Это человеческая природа такая, что-то надоедает, что-то раздражает. Вам могут не нравиться лица, вот обращение вам не нравится, окей, хорошо. Но вы должны начать со своих чиновников. Вот в Чечне есть у вас такой чиновник, Рамзан Кадыров. Под его управлением там еще ряд российских чиновников, очень много. Все они ваши чиновники, они не наши, это не чеченские. Хоть они являются нам по происхождению чеченцами, мы не спорим, они чеченцы. Но они ваши чиновники российские. Это государственные деятели, это те люди, которых вы наделили властью. Так вот, они, прежде всего, они должны оставить вот это вот обращение, тем более капсулкам. Надо хотя бы начать с того, чтобы капсулкам это не писать. Потом, может быть, постепенно, как наркоманов, наркоманов же не сразу иглы снимают, уменьшают дозу, потихоньку как-то их выводят из этой зависимости. Вот так же, может быть, сначала приучить их к тому, чтобы они отказались от капсулка. Чтобы писали вот это вот словосочетание «дорогой брат» небольшими буквами, обычными. Потом можно, чтобы они отказались от слова «дорогой», просто будут писать «брат». А потом уже можно будет и от самого слова «брат» тоже отказаться. И они будут просто, например, Кадырову будут говорить, сегодня министр по национальной политике информации и печати провел рабочую встречу с такими-то людьми. Сегодня мой уважаемый коллега, министр культуры посетил концерт такого-то исполнителя. Понимаете? И вы считаете, что вот это будет такое хорошее начало. И мигранты, приезжающие в Россию, они, когда им не с кого будет брать пример, они, возможно, тоже откажутся от того, чтобы называть друг друга братьями или сестрами. Я в целом на эту инициативу смотрю неплохо. Если же учить людей правилам поведения в обществе, принятым в этом обществе, в этом нет ничего плохого, если реально их этому учить. То есть не в той форме, в которой сейчас некие общины это делают. Понятно, что это чисто такой национализм. Но вот обучать людей, говорить, так смотрите, у нас в стране вот такие правила. Мы, значит, у нас не принято вот это, вот это, вот это. А принято вот это, это, это. Вот так одеваться у нас не принято, а вот так одеваться принято. Если вы будете вот так одеваться, это будет вызовом для нашего общества. У нас это не поймут. Если вы хотите, чтобы наоборот, прям на входе к вам был респект, то если вот вы будете выглядеть таким образом, то будет вам респект. То есть вот в таком рекомендательном смысле это нормально, без какого-то навязывания.